посмотрим на фунт-доллар фунт-доллар на поддержке ключевая дневная зона поддержки сила сигнала номер один сила сигнала номер два это появление стрелочного сигнала tc buy сила сигнала номер три появление слабого разворотного основания либо более высокой цены закрытия закрытие выше предыдущего максимума если вы не знакомы с терминологией что я имею ввиду под кластер 3 buy sell по тренду против тренда посмотрите видео на канале называется биржевая торговля один день с трейдером там торговля в прямом эфире с подробным описанием всех техник и стратегий торговли посмотрим будет ли здесь в зоне дневной зоне поддержки tc buy нас интересует стрелочный сигнал на buy это специальный сигнал который я разработал для поиска разворотов вот пока мы не видим этого сигнала видим ключевую дневную зону и больше ничего отличная область для открытия длинных позиций против вот этого медвежьего рынка очень вероятно что британец отсюда выскочит видим tc buy сигнал и мы возьмем небольшой объем а потом прибавим еще возьмем с вами два с половиной лота установить покупаем идем сюда идем к британцу мы взяли два с половиной лота это небольшой объем возьмем наш стоп лосс уберем чуть чуть пониже давайте сейчас я уточню стоп ордера стоп лосса должны быть 29 850 29 850 да можно один там тик здесь это мои стоп лоссы теперь смотрите если каждое мое действие сопровождается моделью мышления если то если мы протестируем эту зону сформируем сигнал слабое разворотное дно я еще прибавлю объема мои цели первые тейк профиты и в то же время основные тейк профиты будут на ретесте отметки 30 200 плюс-минус в этом диапазоне очень очень солидный трейд очень вероятный сигнал готовимся покупать еще раз кластер 3 бай сила сигнал номер один уровень tc buy и ретест зоны кластер 3 после закрытия этого бара покупаем покупаем британца достаточно дешево купили здесь была попытка продавить ниже мы купили прямо на этом движении 7 тиков лосс 30 тиков таргет ставим alert ждем так ну что мы возвращаемся в эфир после достаточно длительного ожидания если вы помните мы с вами покупали в районе 29 29 900 чуть повыше чуть пониже двумя объемами сначала мы купили по сигналу tc buy более высокая цена закрытия вот здесь и затем мы купили на ретесте предыдущей зоны соответственно мои тейк профиты были в районе 130 240 на если мы берем средний тейк профит один чуть пониже другой чуть повыше и эти две позиции помогли мне выйти по британцу по итогам сегодняшнего дня в профит давайте посмотрим а потом я расскажу как торговать ретест структуры потому что здесь мы применяли кластер 3бай с ретестом зоны то есть и сибай 1 ключевой уровень 2 ретест зоны 3 сейчас я вам покажу цифры вот здесь обратите внимание это по британцу потом покажу еще по золоту несколько позиций давайте на сразу сейчас я так сделаю что вы видели вот смотрите по британцу раз два три 4 4 лосса подряд точнее 3 лосса подряд кстати на объем лоссов небольшой лосс всего лишь 200 с небольшим баксов и вот наши две позиции двумя объемами по два с половиной лота на 1 30 246 и 1 30 235 здесь я использовал технику фиксации профитов по фибоначчи мы видим что рынок тик в тик ударил фибоначчи зону и обвалился и соответственно 1 30 240 как раз были таргеты и суммарно мы с вами сделали около полутора практически полторы тысячи баксов на вот этой позиции на и тесте ключевой структуры если мы посмотрим на вот эти мелкие лоссы да еще раз я в предыдущем видео обращал ваше внимание на то что соотношение является ключевым имеет значение то сколько вы зарабатываете когда цена идет вашу сторону это сколько вам удается сохранить не потерять когда цена идет против вас и чем меньше сумма когда цена идет против вас а чем больше когда вашу сторону тем больше шансов что вы будете профитный по итогам дня недели месяца года пятилетки и так далее что касается золота по золоту я допустил одну небольшую погрешность потому что если бы я не допустил то смело закрыл день выше 1000 долларов видите по итогам сегодняшнего дня почти 700 долларов но если не это не это погрешность то сумма была бы поинтереснее это вот здесь сейчас посмотрим это вот здесь я купил золото tc buy более высокая цена закрытия ключевой уровень слева на тот момент мои цели были в районе 1285 ровно вот эти буквально 2 тика не хватило я не стал позицию трогать переводить без убыток полагаю что точно цена ударит мой тейк и когда снова вернулся посмотрел на золото цена была уже в районе 1283 я не стал закрывать на и затем вылетел причем с этим большим проскальзывание вот эта большая свеча как раз привела к тому что проскальзывание было широким посмотрите на стопус выше 500 баксов вот такой момент да бывает когда ты уверен на все 100 что один тик точно цена пройдет вот как раз на ситуации когда цена этот один тик не прошла здесь был стоп 6 пунктов таргет как раз один двум соотношение риска прибыли жаль конечно но мы не будем разбирать вот эти мелкие позиции мелкие лоссы но еще раз посмотреть два профита больших профита которые суммарно определили весь мой сегодняшний торговый день и это эти профиты были продиктованы сигналом ретест структуры ретест это когда цена повторно возвращается к предыдущему уровню то есть мы ударили отбились вернулись и принцип в том чтобы мы не пробили и не закрылись телом ниже уровня вот как только мы вошли в зону видите вот она зона вот нас low минимум минимум нашей зоны это отметка 29 872 вот эта синяя линия мы не должны телом закрыться ниже мы были ниже посмотрите но телом не смогли закрыться то есть это называется ретест уровня коснулись уровня но не пробили не закрылись дважды коснулись раз вернулись два не пробили не закрылись ниже телом и при комбинации сигналом tc by ключевыми уровнями это дает вот такие результаты я сейчас покажу вам мне очень частоan который был в зону и по бокам единым если вы змейте подключить ленерием каким-то момент мне не должно делать никакого можно это сделать или Продолжение следует...